Птицы Домашние Хочу вам их продемонстрировать Среди яиц, которые были мне проданы Как мастер грей Вот такие вот рыжие курочки Но это однозначно Фокси Чик Сейчас уже можно совершенно четко об этом говорить Вот Мастер грей и фокси Чик То есть в принципе нам даже эту ситуацию Несколько Несколько даже не то что разнообразило Петушки дерутся Уже петушки дерутся То есть это даже интересно будет То есть мы будем Имеем представление не об одном мастер грей А вообще в принципе о цветных бройлерах О том же фокси Чик Которые тоже пользуются широкой популярностью среди вас И третий участник Нашего эксперимента Это михеленская кукушка Или малин по другому Это мясная порода Так вот Сегодня мы проведем последнее взвешивание Подсчитаем Тот корм, который был затрачен на эту птицу Мы подсчитаем Те средства, которые мы потратили на яйцо То есть в тех В тех группах, где был отход То есть где птица отошла А больше всего это было среди КОП-500 Мы все эти Все эти Отошедшие Отошедшие туда Головы всех этих птиц Мы посчитаем Все суммируем В общем все затраты Мы подведем Прокалькулируем Ну и В итоге вы будете знать уже результат Что рентабельно Что нерентабельно И насколько это Насколько это выгодно КОП-500 Так, вес Два девятьсот пятьдесят Так, второй Три пятьсот Так, вот такой вот задрот нарисовался Два килограмма Смотрите Так как они находятся на верхней полке Я туда практически не заглядываю Ну, они на уровне головы у меня находятся Если бы птица где-то ниже находилась То есть я бы мог вовремя это увидеть И вот такой исход спрогнозировать Я бы его высадил на пол, конечно Что-нибудь делал бы с лапами Вот, в общем, такого бы может быть не было Ну, в принципе, два килограмма и так можно забивать Давай Три четыреста Два с половиной Три килограмма Два шестьсот Три сто Так, три двести Два девятьсот Три четыреста Два девятьсот Три двести Три триста Три двести Два девятьсот Два семьсот Два четыреста Два четыреста По четверо Вот все силен затягивать Так, шесть двести Так, еще четверо Шесть восемьсот Еще четверо Пять двести Шесть килограмм Шесть килограмм Пять килограмм Пять восемьсот Три двести Три двести О, крупный петух какой Так, три Восемьсот пятьдесят Вот смотрите, насколько у нас потянул самый крупный Мастер Грей Кило девятьсот А нет, вру Кило восемьсот Кило восемьсот, но это не самый крупный Есть у нас кило девятьсот Было несколько экземпляров Что-то я вот чуть меньше выбрал Самый крупный Фокси Чик Кило четыреста Смотрите, вот этот вот зверь В кого он у нас оформился Мохнатые лапы Я не знаю, что это такое Девятьсот грамм всего Это явно не мясо-яичная порода Вернее, не мясо-яичный кросс Потому что веса уж больно маленькие Но он не выглядит больным Каким-то болезненным Вот кто Что может сказать Что за порода На кого это похоже Порода или кросс Видите, такие реснички у него Есть Какие-то рыжие перышки проглядывают Преимущественно, конечно, серые Очень легкий Девятьсот грамм Малины дорогие друзья Спокойно А ладно Так Шесть Восемьсот Ну а теперь Результаты То есть вот они Результаты Сорока пяти дней Результаты, наверное, кто-то скажет Ожидаемые Но ожидаемые результаты Это тоже Лишний раз тому подтверждение Так, значит Коп-500 Средний вес цыпленка составил 3 килограмма Средний вес тушки 2 килограмма 400 грамм Общие затраты Это корм съеденный И яйцо Составили 206 рублей Чистая прибыль составила 394 рубля Коэффициент 1 к 3 Коэффициент рентабельности Мастер грей Или вернее Правильнее будет сказать Цветной бройлер Средний вес цыпленка 1,5 кг Вес тушки 1,2 кг Значит, птица съела А, вернее Сразу Все затраты составили 140 рублей 65 копеек Чистая прибыль 151 рубль 35 копеек Это значит Рентабельность составила у нас 1 к 2 Ну, в принципе, неплохо Так, а теперь Малина или Михеленская кукушка Средний вес цыпленка 1,150 кг Кило вес тушки 920 грамм Расходы составили 172 рубля 39 копеек Чистая прибыль 57 рублей 60 копеек То есть тут рентабельность Коэффициент 1 к 1,34 То есть, ну, самая низкая рентабельность То есть, имея вот такую рентабельность С этой птицей вообще лучше не заморачиваться Дальше, я думаю Вот чем дальше срок Вот от корма То есть, если эта птица созревает К возрасту где-то в 5 месяцев 5-6 месяцев Кто-то пишет Вообще 7, да? То рентабельность в содержании Такой птицы вообще крайне низкая Если я... Ну, только в расчете на то, Чтобы потом торговать яцами Но опять же К тому периоду, когда занесется птица Это надо все просчитать Насколько это все будет рентабельно И когда она себя оправдает Но, по крайней мере, держать ее на мясо Однозначно нет По мастер-грею По мастер-грею на данный момент В общем, такая рентабельность Говорит, что ее можно держать Только по каким-либо особенным причинам А особенные причины Это как раз таки Вот, наверное, даже Это первостепенно тот Тот момент Из-за которого, собственно Я и замутил этот эксперимент Скорее всего даже, да? Не из-за того, чтобы посчитать рентабельность А, наверное, для того, чтобы Вот те самые хваленые Вкусовые отличия Которые вы много раз О которых писали Вы не так давно в ролике Одном из последних Так сильно расхваливали галашейку Что мне тоже захотелось ее завести И попробовать Но Мы проведем на днях дегустацию И вот если те самые результаты Дегустации Укажут нам на то Что все-таки Вкусовые отличия Между этими птицами существуют Вот тогда я уже и задумаюсь О том, чтобы завести галашейку Если же отличия вкусовых Никто из нас не отметит Между бройлером, малином Или цветным бройлером То тогда я не буду даже Заморачиваться ни с какой галашейкой И вообще, в принципе Ни с какой любой курицей уже С содержанием Или с тем, чтобы ее завести Для того, чтобы там Как-то потешить Свои вкусовые рецепторы Ну, вообще смысла не будет На мой взгляд Значит Еще раз повторюсь И обобщу Что Лидером по рентабельности Как и ожидалось Является коп У него самая высокая рентабельность Самый короткий срок от корма Мастер грей Ну, в принципе Вот на данный момент Мы имеем Самая крупная птица Это кило 900 То есть где-то Где-то тушка там потянет Ее можно уже В принципе Забить Наверное Где-то на полтора килограмма Тушка потянет Да Где-то на полтора килограмма Тушка потянет То есть Распробовать будет что То есть мы Мы выберем Для дегустации Самых крупных особей Среди малина Тоже, наверное Что-нибудь такое найдем Дегустацию мы будем Наверное проводить Дней через Я думаю так Да, вот кстати На что хочу обратить внимание В этом подсчете Мы учли все расходы Это Самые большие затраты Были на яйцо Это по Михеленской кукушке 100 рублей яйцо У мастер грея Яйцо стоило По-моему 47 рублей И Недешевое яйцо В принципе Мне досталось По кобу 40 рублей Самые Большие потери Были Среди коб 500 Там были Самое большое количество Задохликов Раз Потом Самое большое количество Птицы Которое Отошло В процессе Содержания То есть Там где-то Два цыпленка Отошло в три Потом в неделю И вот дальше Еще были такие Задроты Которых я высаживал И убирал До сих пор Один вот У нас содержится На полу То есть Из 26 особей У нас дошло К забою 18 Обратите внимание Да Но при всем При этом У Коб 500 Осталась самая Высокая рентабельность Среди цветного Бролера Ну можно сказать Что самое Ну и у Малина Ну высокая выживаемость И птица Вот в каком количестве Она вышла Там было задохликов По-моему всего Только два Вот в каком количестве Она вышла Она практически В таком же количестве И дошла Не было никаких Ни вертолетов Ни чего прочего Вот О вертолетах На что хочу Обратить внимание Недавно Вот в одном Из последних роликов В ваших комментариях Мы обсуждали Тему вертолетов И многие из вас Писали что Скорее всего Вертолеты Это результаты Неправильной инкубации Вот Майкобы Малины И цветные бролеры Все выводились В одном инкубаторе И все были На одном режиме Инкубации Но среди цветных бролеров И малинов Не было ни одного вертолета Поэтому я все таки Не склонен связывать Шпагаты Вертолеты С неправильным режимом Инкубации Все таки Я думаю Что если касается Бролера То это Опять же Пресловутый Быстрый набор веса Влияет на На связочный аппарат Еще не окрепший Да А если это Если у вас Вертолеты Случились Среди несушек У которых Казалось бы Ну такой связи нет Как у бролеров Да То наверное Там наверное Надо искать Причины Где-то глубже Скорее всего Там это что-то Наследственное Какие-то такие Вот нарушения Которые были Уже у родителей Так Что еще Теперь А теперь Небольшой анонс О предстоящих роликах За этим роликом У нас будет ролик О дегустации О дегустации В котором мы до конца Расставим все точки На ды Над вкусовыми отличиями Одну дегустацию Мы уже проводили Я хочу напомнить И сказать О тех Кто недавно Присоединился К нам На канал На этот зашел Подписался Что ролик По дегустации У нас уже был И в этом ролике Мы отметили Что разницы Между птицей Выращенной на комбикорме И птицей Выращенной на домашней Зерносмеси Абсолютно нет никакой Единственное отличие В том что У птицы Которая выращена На домашней зерносмеси Волокна гораздо тверже Плотнее Но вкусовых отличий Никаких Так Теперь мы все таки Вот В этой дегустации Попробуем найти Отличия вкусовые Между Разными породами Если они нет И вообще поймем Стоит ли заморачиваться С содержанием Различных видов Различных видов Кур То есть Ладно Одно дело Индейка или утка Но другое дело Что куры Разных пород Якобы имеют отличия Так Теперь еще один ролик Так Теперь Еще хочу поделиться С вами Ну Это Это наверное Долгожданная радость Это в принципе Честно Вот скажу Не скрывая Меня переполняют Позитивные эмоции Я думаю Я хочу Вот часть этих Позитивных эмоций Передать вам В этот момент У меня вовсю Идет вывод Лупятся те самые Бролеры От моих Кобов Так Я хочу сказать Что те результаты Которые я сейчас Уже наблюдаю Вот то что я сейчас Уже видел Меня уже обнадеживает Я не буду вам До конца раскрывать Сейчас всех Всех моментов О чем вы поймете В ролике Который выйдет Но вот пока То что я вижу Уже меня настраивает На тот позитивный лад И вообще На продолжение Всего эксперимента Он мне вселяет надежду В то что Мои ожидания Которые я вкладываю В этот предстоящий эксперимент Они оправдаются И оправдаются Ожидания Многих Птицелодов Любителей Так Значит у нас После дегустации Наверное Выйдет ролик о выводе О выводе И о старте Нового эксперимента Или будет наоборот Я еще не решил В каком порядке Но ролики пойдут Не день за днем Один за другим А все таки С какой-то определенной С каким-то определенным Промежутком Так Ну и Все по традиции Комментируйте Задавайте вопросы Пишите Не забывайте подписываться На канал Птица домашняя Те кто Часто сюда заходит Но не решается Подписаться Подписывайтесь Уже давайте Давайте Хватит просто Быть здесь частым гостем Настала пора Закрепиться На этом канале Всем спасибо И до новых встреч